здравствуйте друзья с вами на канале голос силиконовая долина светлана портнова и скажу вам сегодня ура нам привезли окна и уже эти окна устанавливается поэтому сейчас когда я уже приеду на нашу строительную площадку там уже наверно будет на что посмотреть вот а пока мы едем я хотелось бы немножко поговорить об американской мечте с ее мифами и реальности но я не думаю что американская мечта чем-то уж так сильно отличается от мечты любого нормального человека проживающего в любой стране как минимум иметь свою собственную крышу над головой и не жить в обориентованном жилье ну и к этой цели в общем-то люди стремятся иногда в течение всей жизни а иногда у них получается все удачно складывается так вот значит в америке раньше я имею ввиду раньше это где-то пятидесятые шестидесятые годы прошлого столетия как говорила стоит не был таким зашкаливающим дома были дорогие но доступны и то есть наверно цена одного дома она равнялась трем годовым зарплатам семейным это все равно было дорого но жилье так сильно не росло и получалась такая история что молодые люди когда решают обзаводиться своим собственным первым жильем они покупают что-то маленькое просто по той причине что их всего двое и у них нету много денег на то чтобы внести предварительный платеж вот сколько они могут себе позволить по своим доходам они считают некоторые там down payment изначальную сумму какую-то кладут в банк и остальную сумму берут облом то у вас называется ипотека у нас называется по мере того как потребности для молодой семьи растут у них появляются дети им уже нужен гораздо больший дом а вообще я вот была честно говоря удивлена но среднестатистическая американская семья она имеет троих детей мне показалось двоих но вот тем не менее это факт что она имеет троих детей семья растет появляются детки 1 2 3 и ему естественно уже нужен больший дом они что делают они продают свой старый дом у них уже появляются дополнительные деньги тоже дом немножко вырастут цене плюс они успели сколько-то выплатить его стоимости у них появляются какие-то наличные деньги все деньги которые они получили от продажи они кладут в новый down payment на новый дом покупать себе немножко больше дом вот в этом доме сколько-то лет потом когда допустим детки уже выросли и уехали им снова уже не нужен такой большой дом они продают большой дом и покупают себе домик поменьше ну и так было раньше во всяком случае может где-то в америке сейчас так бывает но у нас силиконовидолин так не работает и не работает она прежде всего потому что цены на недвижимость растут так настолько быстро что вот этот последний переход от большого дома снова к маленькому как-то остается два человека друг другом супруги а дети уже уехали куда-то им не удается купить дом более дешевый чем тот который они имеют такая парадоксальная ситуация получается и вроде бы им и не нужен такой большой дом но по деньгам получается что это выгоднее противном случае они могут купить меньший дом но платить за него больше или у них соответственно налоги вырастают народ налоги очень большие но значит у нас есть в законодательстве какие дорогие лазейки поправки которые не все знают может быть один единственный раз в жизни людям достигшим по моему 55-летнего возраста разрешается приобрести новую недвижимость но сохранить старые property tax то есть налог на недвижимость перенести со своего предыдущего дома в свой новый дом и это конечно большая экономия огромная экономия то есть например вот у нас были друзья значит они когда-то давным-давно покупали свой первый дом там где-то тысяч за 300 а вот а сейчас у них изменились обстоятельства им понадобился больший дом они купили его в более дешевом месте чем был собственный дом свой дом они продали около двух миллионов а купили новый дом порядка 700 тысяч можно 750 тысяч но они перенесли свои налоги с 300 тысячного дома на этот новый дом и конечно им этот дом очень легко сейчас владеть им на старость лет когда они выходят на пенсию это в общем то такая лазейка который не все знают но тем не менее она есть что же получается сейчас у нас тут долине очень многие американцы вот я читала статьи есть много видео на эту тему они жалуются что несмотря на то что они выросли здесь долине и прожили всю свою жизнь например там купертина в саневеле сейчас уже когда они выросли они видимо они уезжали учиться куда-то уж не знаю куда делся их родительский дом почему он к ним каким-то образом не попал но они уже себе не в состоянии позволить приобрести здесь дом потому что уже настолько дорого и они говорят что дома скупаются инвесторами дома скупаются там приезжим из других стран и так далее так далее это отдельный вопрос который связан с доходами с образованием и так далее не хочу углубляться сильно в эту тему потому что если уже приезжие эмигранты могут себе позволить купить дом да хотя это не просто это очень тяжело то уж наверно у них было в жизни достаточно возможностей покупать это все когда это все было гораздо дешевле мы приехали на сообщение вам никаких денег и свою первую недвижимость мы купили это была квартира мы купили за 130 тысяч и нас не было денег на даже на даунпеймент и нам сказали сколько можете положить сколько положите и мы дали 10 тысяч даунпеймент и по тем временам у нас это все что было у нас больше ничего не было но сегодня если посмотреть на эти суммы это смешные какие-то деньги потому что сегодня люди кладут и 500 тысяч даунпеймент чтобы платежи какие-то на дом были более-менее возможно было платить потому что представьте себе что даже с этого например два успешных программистов силиконовой долине не руководящие работники просто люди которые пишут год они могут спокойно получать это на руки грязными деньгами могут получать где-то тысяч триста чистыми грубо говоря у них может получаться 1150 за 150 тысяч они должны для того чтобы жилье считалось у них affordable да то чтобы они могли по своему доходу приобрести такой жилье они должны будет тратить не более 30 процентов своего дохода то есть они на руки получают 150 тысяч то они более пятидесяти тысяч они должны тратить на жилье это представьте себе что если в долине жилья меньше чем за миллион нету а по-хорошему там полтора миллиона сколько же денег они должны положить на пеймент для того чтобы платежи у них составляли там не больше 50 тысяч это на самом деле конечно очень большие деньги и не все молодые люди имеют возможность накопить такие деньги скорее всего это действительно люди из других стран у которых то ли родители им дают деньги то ли у них есть накопление какие-то интернационального бизнеса там из китая не знаю вот получается что именно в силиконовой долине уже это жилье приобретение жилья становится очень и очень большой проблемой и становится очень и очень непонятно вообще смогут ли люди приобретать допустим дом красных земли потому что тут уже цены высокие квартиры конечно цены немножко пониже но в этих условиях которые мы находимся цены так растут сильно то и и этот вопрос становится вообще-то типа риторическим когда мы только приехали мы читали всякие статьи про недвижимость и что такое в общем нам попалась какая-то замеска что среднестатистический мидл класс американцы меняют свое жилье среднем за их жизнь да примерно каждые семь лет но это тоже связано с циклами жизни человека когда человек женится долги дети появляются дети вырастают один ребенок 2 ребенка почему-то сильно зависит ну как не смешно это не звучало да в нашей жизни она именно так получалось что примерно среднем вот 7 лет проживание в одной в одном доме или в одной квартире потом уже после семи лет чувствую что хочется что-то поменять причем я бы даже не сказала что у нас сильно менялись как условия внешние да но может быть от того что мы только приехали нам хотелось все попробовать но у нас менялись и как бы наше желание не столько потребуется сколько желания да и вначале мы жили в квартире очень более напуганно наша первая недвижимость как мы будем ухаживать за этим мы не хотим имидел и не с латанием крыши не с починкой ничего мы совершенно не представляем как это все дело но по мере того как у нас приобретался некоторый опыт появлялся некоторые кругозор в этих областях уже хотелось иметь дом с кусочком земли а потом уже хотелось иметь дом большим куском земли и с бассейном например а потом мы поняли что бассейн нам совершенно не нужен но хотелось иметь какой-то пускай на не таком большом участке земли но какой-то большой красивый дом похоже на дворец и мы в свое время построили кстати обостройки этого дома мы снимали как-то сюжеты о строительстве дома в лусалтас мы его продали несколько лет назад и наверное продали не так удачно не сложились обстоятельства на что интересно буквально вот пару месяцев назад я там лазил по интернету думаю да я загляну на этот дом вот и оказывается он сейчас перепродался то есть вот мы его продали в 2013 году и вот буквально месяц назад он был продан снова а вот и он был продан за 4 миллиона долларов и на самом деле меня конечно как человека совершенно не заинтересованная эта сумма никак не греет и ничего но мне просто очень приятно что я сумела построить такой дом который на рынке стоит 4 миллиона долларов то есть это такой элемент хвостовства да ну вот приятно стечет а приятно да так вот пожили мы в дворце за 4 миллиона будем считать и поняли что как бы нам этот дом не нужен и он очень дорогой чтобы платить и у нас появилась другая концепция не постройки нового дома а постепенного постепенного рима и моделирования старого дома тогда это получается намного легче финансово вот и легче его держать между со всех сторон нас появилась такая концепция более дешевых домов а тогда хотелось одного но уже когда пошел в дворце понимаешь что жизнь в дворце не так сладка как она кажется сна скажем так вот значит что же когда и у нас получился на среднем каждые 7 лет вот мы меняем свое место жительства но я думаю что сейчас уже наверное это уже не будет менять уже мы носили более стабильно но жизнь пока посмотрим что там будет дальше а что касается сменные жилья каждые 7 лет ну вот есть например штат как аризона там лет 12 назад был очень сильный бунт релостейте дома как-то выросли очень для этого штата сильно а так вообще у них не растет релосты совсем не растет там тысяч от 150 до 180 можно купить вполне новый десятилетний дом очень симпатичный такой простенький на участке земли в комьюнити значит цена этого дома будет зависеть как далеко это от эпицентра от работы феникса чем подальше тем дешевле но в целом цены там не растут и получается что именно там ты хочешь маленький домик платишь чуть поменьше у тебя потребности выросли ты покупаешь побольше домик платишь чуть побольше потом тебе снова нужно поменьше ты платишь чуть поменьше в калифорнии у нас так не работает потому что уже цену нас на шкале то есть вот эти реальность нашего нашей жизни здесь она показывает что у нас такие вещи не проходят у нас цена на недвижимость растут и уже очень сложно ее менять то есть уже купил что-то выдавил с себя последние капли года крови и так далее и в общем к себе дома уже радостью что он у тебя есть и плати во всю оставшуюся жизнь вот такая у нас реальность и поэтому многие люди мы с ними разговаривали которые недавно приехали но мы спрашиваем как тебе здесь нравится будет нет не здесь совсем не нравится потому что я понимаю что никогда не смогу купить себе дом но это правда да люди которые не работают хай-теке им очень сложно накопить эту сумму на down payment и действительно это становится большой проблем приобрести дом но это было такое маленькое лирическое отступление а вот что еще хотел сказать что вот когда мы купили дом девяносто пятом году голосом который потом перестроили у нас был сосед и он был военнослужащий у него был там четыре спальни два с половиной туалета прям совсем соседний с нами доме он купил в шестьдесят четвертом году купил он его за шестьдесят тысяч и он будет это был дорогой дом вас алтас потому что мама с тремя спальнями например то или 40 тысяч то есть вот наш дом соседний он стоил 40 дорогой за 60 тысяч в шестьдесят четвертом году ему не спросили а сколько он денег положил там пеймент он говорит да я как даже не знаю там где-то в джорджи продал дом выплаченный да и все что там получился если я все что выручил в этом продаже дома все сюда и переложил даже не на сколько это было и дальше уже всю свою жизнь платил воду на старости лет продал свой дом за 850 тысяч моему решишь так мало потому что в принципе он мог продать его гораздо дороже мне какая разница нормально заработал все хорошо и он вот таким образом переведя налоги до купил себе новый домик вот такой комьюнити для ветеранов а вот и учитывая что у него налоги сохранились прежние со старого дома он наверное сделал неплохую сделку переехал новый дом там медсестры живут в общем такой хороший и в том жилого салта специально построили комьюнити для людей которым за пятьдесят пять лет или за 60 я уж не помню сейчас ну такая вот история начинает там наше лирическое отступление заканчивается и мне хотелось бы сказать буквально там пару слов о том из чего строились дома в середине прошлого века поскольку мы занимаемся сейчас перестройкой именно такого дома так вот в то время дома строились из редвудов да это секвой наши по-моему термиты эти дома эти брэдвуды не едят и вот пустячок да но вот эти старые дома они оказываются намного более термитоустойчивыми чем современные дома которые строятся либо из фанеры либо из такой древесной стружечной плиты специальная даванка плита такая для сообщества много домов и термиты их с успехом жрут любят они это дело вот мы сейчас приедем на нашу стройку и я вам покажу нас кусочки дома есть мы сделали уже обработку дома против термитов потому что там были какие-то термиты я вам покажу что термиты делают с деревом вот наши контракторы которые открыли стенки они сказали что внутри дом прекрасном состоянии и ничего ему вот термит не сделали именно потому что на красное дерево поэтому тут тоже есть такой момент до сломать старый дом построить новый который подвержен термитом вот хорошо сейчас приедем посмотрим а ну вот я обещала показать что термиты делают с деревом вот здесь вот какой-то кусочек причем это явно уже было достроено позже то есть это не красное дерево но видите как они сильно изъели и эти палки конечно уже будет потом менять если еще в одно место подойду и мы посмотрим как это там выглядит пример того как термиты жрут это дерево но здесь внутри совершенно пустое мы делали термитную обработку вот этих мест мы не делали полное закрытие дома потому что этих мест немного очень они такие локальные очень и мне сказали что нет смысла делать полный термит на обработку но они вот так вот это гнильцо так вот немножко такими шприцами обработали каким-то составом и сказали что термиты должны погибнуть вот в этом месте дает гарантию на три года а что интересно у нас тут два типа термитов было найдено они называются с обтерением термит и другие называются вудра и термит и так вот в утра и термит это от которых делают дом закрывает а с обтерением термит и это те которые лезут из земли и оставляют такой след проникают в дом и потом уходят землю и вот с ними борется еще пытаюсь найти это место как его там обрабатывали очень интересно они во-первых под домом обработали все по периметру фундамента и одновременно с этим у нас тут очень много бетона вот они вот так вот делается обработка против этих термитов нас они в бетоне прослеживали дырочки буквально на расстоянии фута 1 до другой и в эти дырочки тоже специальным шприцом закачивали химикаты закрывали сверху вот такими вот кнопочками все 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 вдоль периметра дома где находится цемент вот так вот таким образом обработано и они дают гарантию на три года что в течение трех лет эти термиты не появится ну что нас конечно очень устраивает вот а что касается вот этой локальной обработки напротив вот этих вот драйвуд термитов то они дали гарантию на год и через год они придут и проверят как вот на себя чувствует мы конечно эти гнилые палки заменим но они убедятся что нету новых источников поражения а сейчас мы пойдем смотреть как устанавливаются окна да вот у нас вчера была здесь открытая веранда а сейчас уже здесь появились новые окна и у нас была сложность тем что неправильно измерили размер этих окон они должны были быть сорок шесть не должны были быть 44 43 и три кота да должны быть до 43 хотя бы ков-инч а в действительности они 44 1 8 да но это внутренне вообще-то для них нужно рафа по ним еще больше для них нужно 46 но чем теперь вы будете показывать мастерство как втискиваются окна который не соответствует размере просто попилили снаружи снаружи где-то на с каждой стороны по 1 8 где-то по коду речи до конца места только через нашел это за коколи этой пеночкой это пенка чтобы влага не проходил она держит тепло и удерживает тепло в доме до а вы пеночка только снизу сверху или с боков тоже или просто сбоку нет места не но мы там где совсем доненький мы можем запихнуть что-нибудь типа коколка там где пена меньше квоты рейдж просто не влезет просто испачкаем окна ну что же будем надеяться что все эти окошки будут красиво работать уже там стоят новые окна ой как интересно такое ощущение что они выглядят вот эти окна почему-то вы а там лет на 3 части до предыдущие окна просто вот эти как-то выглядят как будто они выше правда выше да и больше как они как-то больше больше тесно или с узкими и длинными а такой же точно размер вот там вы увеличивать да и стал стал как будто действительно большие вот эти окна здорово ну можешь и трак снять это получилось шире сейчас опять сама зашьем потом уже чуть-чуть но за счет того что они из двух половинок состоят они из трех не не третий части окна они за счет этого выглядят не таки дробно они выглядят лучше да ну что же отлично отлично надо сказать что этот дом в процессе своей долгой жизни неоднократно перестраивался и достраивался и вот эта часть вот до вот этих эдеров очевидно это была конфигурация старого дома по крайней мере это можно отследить по карте если посмотреть например на этот дом и на соседский дом который чисто внешне выглядит точно так же он совершенно он не подвергся никаким ремонтом что мы видим там мы видим у него старые алюминиевые окна вот и мы видим что на крышах даже нету не водосточных труб не место для стекания воды и вот это вот я уж не знаю забыла как они называются вот эти вот опоры которые поддерживают крышу они не закрыты ничем у нашего дома то не закрыты как раз вот этими водостуками и это вот как раз эти вот части которые были сделаны не из редвода и вот они оказались изъехали термитами вот а вот этот домик он точно такой же по конфигурации как этот точно так же у него там переделаны какие-то окна двери и вот и у него вот тоже отдельно стоящий гаражик ну участка конечно значительно меньше чем у нас но во всяком случае можно сравнить каким наш дом был далекие сороковые годы вот друзья возвращаясь я домой до стройки сходила в магазин купила дверь наружную завтра ее можно поставить сделали мне очень здоровские ключи которые открывают одним причем сразу все замки я жалею что с собой камеру не взяла и не не сняла как это здорово сделали они мне вот а сейчас я возвращаюсь домой и уже еще не так поздно но уже на фривей полно машин уже трафик и я чтобы не ехать в трафике еду какими-то закоулками параллельно фривые но по какой-то более тихой дороге потому что иначе там где-то можно застрять но сейчас мне придется перейти уже на хайвей и вот там то все у нас начнется я сейчас поверну камеру пряменько вот я еду по пустой улице а на хайвее полно машины конечно не хочется так каждый день людям в трафике стоять но что делать что делать вот сейчас мы так вот и развернемся здесь и придется снова выехать на фривей да купила я дверь не такую как хотела потому что ту совсем которую я хотела и нужно было ждать и заказывайте она выходила намного дороже а та которая была в магазине она не совсем так как мне нравилось вот но другой стороны ничего страшного хорошая дверь файбер глаз файбер глаз я даже не знаю что это такое это наверно какое-то стекловолокно какое-то такой очень прочное но используется для наружной двери она уже покрашена праймером то есть ее осталось только выкрасить вот такая дверь со стеклом там стекло уже имплементированы какие-то железяки которые делают это стекло не бьющимся то есть она вполне такую устойчивая против того чтобы кто-то залезал в дом а что интересно там была еще дверь тоже мне нужно будет такую дверь купить как бы это задняя дверь то есть она как французская дверь она будет открываться но она будет не парадный вход а такой задний вход так вот там никакого железа внутри нету но это женщина который продавал двери она сказала что эта дверь с таким специальным стеклом который нельзя сломать вот так что но брэйкин глаз она сказал но мы посмотрим на эту дверь то тут трафик в обе стороны потому что если ближе к сан-франциско то уже трафика в эту сторону не будет здесь трафик будет в обе стороны и мне придется ехать за дворками поскольку я не люблю очень ставить трафики я буду добираться за дворками мне только выехать до сан-антонио а дальше я уж как-нибудь может вообще здесь уйти баркадера уреган а поеду-ка я здесь и сан-антонио вот сейчас я уйду в фривей а не пойду на фривей а вот пойду вот сюда потому что не хочу стоять там это все идут дороги которые не такие мощные как фривей но они идут параллельно ему и в принципе и в принципе в принципе в принципе в принципе они вот и не такие быстрые но по крайней мере там светофоры есть и не нужно стоять в трафике хотя бы это все движется вот видите сколько машин уже здесь на дороге а всего-то навсего еще полпятого уже не проехать вот так вот мы и живем ну ладно друзья в общем на сегодня у нас как бы репортаж закончен а вот ждите наших дальнейших репортажей вот завтра еще окна будет поставить дверь а вот с понедельника уже начнется электрика все пока пока